Жаркая дискуссия сегодня разгорелась в ЗАГС Собрании региона. Депутаты профильного комитета обсуждали бюджет Новосибирской области на будущий год. И как заявил спикер ЗАГС Собрания, деньги на строительство 4-го моста не выделят, пока не разберутся с резким повышением тарифа на вывоз мусора. Какая связь между масштабной стройкой и утилизацией отходов, расскажет Мария Никитина. На строительство мостовой переправы через ОПФ в областном бюджете на будущий год заложен 1 миллиард 63 миллиона рублей. Масштабный объект возводит компания ВИЗ, в которую входит мусорный оператор «Экология Новосибирск». Андрей Шемкиф потребовал, чтобы региональный Минфин разобрался с беспрецедентным повышением стоимости утилизации отходов и пригрозил серьезными санкциями. Мы им одной рукой даем миллиарды, а второй рукой они отбирают наше население. Это что такое? Люди, которые зарабатывают миллиарды на территории нашей области и сочли идти такими путями, не согласовав ни с исполнительной властью, ни с кем. Мы тоже законно поднимем руки, этой строчки не будет. Вот и все. В некоторых регионах страны вывоз мусора подорожал всего на 4%, а в Новосибирской области сразу на 40%. Этого потребовала федеральная антимонопольная служба. В пересчете на человека оплата увеличилась с 59 до 83 рублей. Тарифный департамент уже подал иск в арбитраж об оспаривании распоряжения ФАС. «Такая же или подобная ситуация, если помните, была с СГК. Департамент по тарифам эту судебную тяжбу выиграл. Мы живем в правовом государстве, слава богу, и эти вопросы будем решать в судебном порядке». Газификация, чистая вода, хорошие дороги. Таковы приоритеты бюджета на 2021 год, обозначенные депутатами. Количество наказов избирателей увеличилось в три раза. Изменилась и их структура. «Если структура наказов прошлого созыва, она выглядела дороги, потом вода, потом все остальное, там ремонты, строительство, газификации, всякие другие вещи, то сейчас практически на всей территории области, ну я имею в виду сельскую территорию, равноправно. То есть чистая вода и дороги на встречах с избирателями звучат одинаково. То есть вот потребность населения в обеспечении чистой водой, она стоит острой». Именно поэтому данную статью расходов народные избранники хотят сделать защищенной, чтобы на выделение средств не могли повлиять никакие чрезвычайные обстоятельства. По итогам заседания депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении. Теперь главный финансовый документ региона рассмотрят на сессии ЗАГС Собрания. Мария Никитина, Евгений Агеев, Новости ОТС.